Эфир телеканал УТС продолжает программу экстренный вызов. В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. По прибытию к месту вызова первых пожароспасательных подразделений было установлено, что горения в квартире не было. Рванул газ ЧП в селе Толмачёво. Преступление не совершал. Доказательств этому представлена масса. Мы полностью опровергли все доводы стороны обвинения. Доказательств масса, но офицер будет сидеть. Оперативник уголовного розыска не смог убедить суд в своей невиновности. Осторожно, мошенники. От имени МЧС группа аферистов пыталась нагреться на чужой беде. Из-за нарушения техники безопасности в селе Толмачёво Новосибирской области едва не случилась трагедия. Лишь чудом обошлось без жертв, когда взорвался газ в частном доме. Пенсионер получил серьезные травмы, но остался жив и был госпитализирован. Взрыв прогремел в частном доме на двух хозяев. Предположительно, все случилось, когда владелец одной из квартир ставил в плиту газовый баллон. На место происшествия выехали 26 специалистов различных экстренных служб и 9 единиц техники. Наиболее вероятно, стравленный газ, смешавшись с кислородом, данная газовоздушная смесь, сдетонировала. В результате данного происшествия в квартире выбиты окна, повреждены межкомнатные перегородки, а также потолочное перекрытие. Хозяин данной квартиры, мужчина 57-го года рождения, был доставлен в ожоговое отделение с различными травмами. Бил или не бил? Сотрудник полиции, осужденный за незаконное применение силы к подозреваемому, пытался обжаловать приговор. Эта история в свое время наделала немало шума, однако рассмотрение апелляционной жалобы не вызвало широкого резонанса. Между тем, офицер МВД по-прежнему настаивает на своей полной невиновности. Летом 2016-го жизнь Ивана Сизинцева круто изменилась. Старший оперуполномоченный одного из новосибирских отделов полиции успешно раскрывал преступления и был на хорошем счету у начальства. Однако после очередного допроса подозреваемого карьера оперативника пошла под откос. Сизинцев вызвал в служебный кабинет молодого человека с условным сроком, который пришел в уголовно-исполнительную инспекцию, чтобы отметиться. Полицейский полагал, что ранее судимый новосибирец может быть причастен к ограблению овощной лавки. Дальше, по версии следствия, сотрудник стал выбивать признание. Наносил подозреваемому удары по лицу и телу, сыпал угрозами, а в конце схватил за шею и начал душить. Однако парень ни в чем не сознался, и его отпустили. Офицеру инкриминировали превышение должностных полномочий и приговорили к 3,5 годам колонии. Дело Сизинцева рассматривал Ленинский районный суд Новосибирска, который, по мнению осужденного и его адвоката, не до конца разобрался в этой истории. Мы считаем, что в материалах уголовного дела отсутствует доказательство виновности моего подзащитного. Суд первой инстанции не дал оценку доводам стороны защиты. Считаем, что показания потерпевшего противоречивы, непоследовательны. Они из каждого допроса менялись. Суд признал показания потерпевшего, его друзей и родственников достоверными, а вот коллегам полицейского не поверил. Во время предполагаемого избиения в отделе работала камера видеонаблюдения, и она ничего подозрительного не зафиксировала. Однако запись, которую исследовали во время процесса, была обрезанной. Сторона защиты просила истребовать недостающий файл, но его так и не нашли. Особое место в этой истории занимает наличие у пострадавшего побоев. К слову, телесные повреждения у жертвы видели только родственники. В больнице потерпевший жаловался на головную боль, и врачи подозревали у него сотрясение мозга. А вот запись о ссадинах и кровоподтёках в медицинском журнале появилась только на следующий день после обращения пациента. Иван Сизинцев удивлён, что следствие и суд не обратили внимания на эти и другие странности и нестыковки. По мнению полицейского, молодой новосибирец его попросту оболгал, чтобы самому не отвечать перед законом. В своей апелляционной жалобе Иван Сизинцев просил его оправдать. Однако коллегия по уголовным делам оставила приговор суда первой инстанции в силе. Тем не менее, осуждённый и его защитник сдаваться не намерены. С решением апелляционной инстанции мы не согласны. В дальнейшем будем подавать кассационную жалобу. Об этом, я думаю, мы согласуем в дальнейшем и с моим подзащитным. Леонид Лишенко, Константин Менин. Экстренный вызов. Придумали несуществующую проверку. Телефонные мошенники хотели нажиться на трагедии в Зимней Вишне, а заодно испортить репутацию пожарным. Не вышло. Теперь искать аферистов будут полицейские. Продолжение о взаимовыгодном сотрудничестве получили руководители двух торгово-развлекательных центров в Новосибирске. Им позвонил неизвестный, представился одним из заместителей начальника областного главка МЧС и начал вымогать деньги. Сообщил о том, что в отношении этого объекта будет проведена проверка. И в целях исключения возможных последствий в виде приостановления деятельности предлагалось приобрести дорогостоящие подарки, либо перевести финансовые средства с карточки на карточку. Неизвестно, сколько молов собирались обработать таким образом предприимчивые мошенники. Однако, по нашей информации, служба безопасности одного из ТЦ не поверила звонившему и напрямую обратилась к высокопоставленному офицеру, чьим именем представлялись аферисты. Тот, мягко говоря, удивился и написал заявление в полицию. Сейчас изложенные факты проверяют. А вот другие бизнесмены, по нашим данным, оказались намного сговорчивее. Они уже собирались перечислить деньги на карту мошенников. Главное управление МЧС России и сотрудники не оказывают каких-либо платных услуг. А все мероприятия в отношении надзорной деятельности осуществляются соответствующим законодательством. Предприятия уведомляются о проведении проверки. Это государственный инспектор пожарного надзора, должностное лицо, которое внесено в распоряжение, имеет при себе удостоверение и всегда находится в форме. Кстати, по нашей информации, сим-карта злоумышленника зарегистрирована в Челябинской области. Не исключено, что ее владелец уже отбывает наказание. В областном главке МВД комментировать ситуацию пока отказались. Накануне поздно вечером помощь понадобилась женщине, которая упала с виадука в центральном районе города. Судя по фото, сделанным очевидцам неизвестную пытались отговорить от прыжка. В единую дежурно-диспетчерскую службу звонок поступил уже, когда она сорвалась вниз на проезжую часть. К приезду спасателей на месте работала бригада медиков. По счастливой случайности пострадавшая не попала под машины. Скоро увезла ее в больницу. Еще один необычный вызов получили спасатели МАЗ с улицы Виктора Уса. Местные жители заметили в подъезде одного из домов странное существо. На деле это оказалась речная андатра, которая пробралась на цокольный этаж здания. Дворники палками загнали ее в угол. Бойцов МАЗ вызвала женщина, которая испугалась за животное. Все, пускаем на волю. Вооружившись ведром, спасатели пришли на выручку испуганной андатрии. Как они уговорили ее подчиниться, осталось за кадром. Но в итоге беглянку вернули в естественную среду обитания. Хорошенькая? Хорошая. Жирненькая такая, мамашка. На этом все. Информация о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону редакции 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. С вами была Ксения Смотрова. Будьте внимательны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok